сетях посты под которыми попросил чтобы вы оставляли свои вопросы для меня в случае если какие-либо темы вас интересует я постарался выбрать из данных вопросов более наверное совпадающие или животрепещущие и на эту тему сегодня постараюсь провести вебинар я решил так сделать потому что случае если вы задаете просто вопросы то эти вопросы обычно касаются такой вопрос насыщенный наверное зависимостью страдают сейчас очень много людей зависимость наркотическая зависимость от сигарет зависимость от любви сети ну что ж давайте попробуем еще раз и так здравствуйте меня зовут андрей дуйко начинаем наш вебинар по эзотерике давайте попробуем еще раз запустить и так одна из самых основных проблем которые есть социуме в котором мы проживаем это скорее всего про проблема зависимости при этом это не просто проблема зависимости когда у человека плохие привычки это могут быть зависимости от отношения другого человека это могут быть какие-то недостатки от которых мы зависим это могут быть и плохие привычки мне бы как эзотерику хотелось бы дать рекомендация также советы которые помогли бы вам самостоятельно простым методом использовать используя данный метод которые дам могли бы убрать у себя вот такие зависимости давайте я вам сейчас это все зачитаю зависимость это конкретное зло это зло материальное просто человек этого не знает для того чтобы убрать из себя это зло необходимо в самом начале найти себя дело в том что очень часто люди думают что алкоголизм и желание пить или там применение наркотиков и желание их употреблять является их собственно компонентом жизни которому они привыкли и с которым они живут я же как и эзотерик считаю что компоненты алкоголизма желание являются фактически мороком который не является частью человека данный морок он проявляет себя в человеке живет в человеке и для того чтобы человеку начать все-таки каким-то образом работать с этим мороком необходимо знать несколько моментов это очень эффективно я очень рекомендую использовать эти рекомендации вы увидите как все это очень эффективно работает итак для самого начала необходимо найти себя первое вспомнить себя когда не было такой зависимости что вы ощущали в себе какие были у вас чувства где вы настоящий вспомните как выходили в школу чем вы жили нравилось ли вам это состояние в этом случае слова нравилось ли вам жизнь прошлое очень важно так как в тот момент когда человек говорит мне нравится то как сейчас я живу будучи наркоманом или алкоголиком фактически говорит о том что морок полностью захватывает этого человека как психически больного человека болезни ли как онкологическая болезнь человека и не дает этому человеку понимание того кто же он на самом деле и так в случае если у вас появилась уже сейчас желание избавиться от алкогольной наркотической зависимости от морока который вас беспокоит необходимо вспомнить и ощутить тот момент когда вы были совершенно свободным от этого человеком и сказать себе нравилось ли вам это состояние или нравилось ли вам это положение второе отделить эту зависимость выделяя ее мысленно из себя и своего тела делать это необходимо каждый раз когда появляется желание каким образом это необходимо выделять выделение этого своего рода существо которое может вами восприниматься как воспоминания каких-либо негативных поступков которые вы недавно или давно совершили будучи в этом состоянии условно можно сказать так вы должны вспомнить какие-нибудь поступки или то что вам не нравилось когда вы принимаете наркотики или принимаете алкоголь и И сделать из этого воспоминания некое существо, которое вы должны видеть в своем воспоминании с открытыми глазами. Каждый раз, когда вы будете глядеть или смотреть мысленно на это существо, которое выделилось, старайтесь максимально его от себя отталкивать, посылать и ругать такое существо. Как только вы будете это вспоминать, так сразу у вас тут же будет происходить отпускание и нежелание употреблять алкоголь и наркотики. Без такого отделения от себя этого существа ничего происходить не будет. Никакие, конечно, существует ряд эзотерических практик, но данный метод один из самых лучших. Допустим, не можете забыть мужчину, вспомните, как вы жили без него и насколько вы были счастливы. Вспомните, какое горе он принес в тот момент, когда сказал, что больше с вами не будет общаться, жить и так далее. И после этого выделите из вот этого страдания его воспоминания этого человека, которого необходимо из этих воспоминаний сделать в виде существа. Каждый раз, когда вы будете вспоминать этого человека, вспоминайте его через вот такой шаблон, который вы выстроите в своем сознании. Максимально ругайте это существо и максимально от себя отталкивайте. Это очень эффективно. Также можно справляться практически с любой привычкой. Можно ли это делать для близких людей? К сожалению, сейчас речь идет о нас, об эзотериках. Почему я это говорю? Дело в том, что когда мне люди пишут, Андрей Андреевич, только на вас надежда, помогите спасти сына, он очень пьющий, у нас нет денег и так далее. Мне всегда хочется задать вопрос, почему я должен это делать? Когда вы проходили бесплатно или платно ступени, разве я обещал, что я должен работать с каждым из ваших детей индивидуально? Я же этого не говорил. Ну, наверное, я не являюсь спасителем, наверное, я не беру на себя ответственность спасать весь мир. В случае, если я это буду делать, то, скорее всего, наверное, моя карьера очень быстро закончится и, наверное, на этом придет конец нашей школе. Но вот помочь советам тем людям, которые, пройдя школу, имеют вот такие проблемы, все же возможно, и от меня вот такой вот бесплатный совет. Второе. В четверг я обычно уже рассказывал об обряде, это народный известный всем обряд. В четверг четвертого можно дать вечером перед самым засыпанием клятву, в которой можно сказать, все, с сегодняшнего дня я больше не употребляю алкоголь, или с сегодняшнего вечера я бросаю принимать сигареты, или я бросаю принимать наркотики и так далее. Это очень помогает, так как четверг является чистым четвергом. Из этого, как бы, выходит другой вопрос. Какие дни недели за что отвечают, можно ли человеку каким-либо образом помочь с днями недели, объяснить ему, что необходимо делать, какую энергию имеют эти дни. И давайте я сегодня несколько слов об этом скажу. Почему четверг помогает? Потому что четверг чистый, так как четверг имеет максимальную способность, или в это время максимально забирается из человека весь негатив. Такие дни, которые забирают из человека весь негатив, это четверг и вторник и суббота. То есть в четверг, вторник и суббота, если все эти дни использовать для того, чтобы избавиться от чего-либо, то есть когда вы ложитесь спать и будете во вторник, в четверг или в субботу вечером произносить, я с завтрашнего дня не пью, или с завтрашнего дня я бросаю курить, или с завтрашнего дня там что-то, пусть у меня это исчезнет. То тогда такие дни, как вторник, суббота и четверг, помогут человеку избавиться от негатива, который ему не нужен. А вот такие дни, как понедельник, среда и пятница, это дни, когда необходимо привлекать материальное благополучие. Вот смотрите, работать с долгами лучше в понедельник, вернее во вторник, в четверг и в субботу. А читать мантры для денег или ставить программы или начинать какой-либо бизнес, лучше всего в понедельник, среду и в пятницу. Также в понедельник, среду и в пятницу это лучшие дни, когда можно выходить замуж или жениться. Воскресенье. Воскресенье не имеет ни отрицательной стороны, ни положительной стороны. То есть все равно в воскресенье, воскресенье это день покаяния. То есть в воскресенье в случае, если человек будет лежать как можно больше, отдыхать как можно больше, то он будет заряжаться, а также ему будут прощать долги, будут прощать заболевания, будет лучше себя чувствовать. Следующий вопрос. Существует ли метод помощи родным или себе, чтобы отдать деньги? Да, такой метод существует. Я об этом методе раньше говорил. Когда у человека появляется какая-нибудь проблема, данная проблема является для человека тупиком. Таким образом, можно условно сказать, что тупик это лабиринт, в котором оказался человек и не может выйти. Нужно ли помочь себе или помочь близкому, используя определенные эзотерические методы? Да, я считаю, что можно это сделать. Для этого необходимо представить, будто вы находитесь в лабиринте с крышей или с высокими стенами. Поставить дверь перед лабиринтом необходимо представлять с названием вашей проблемы. Допустим, вы говорите себе, представляю лабиринт плохой привычки или представляю лабиринт нищеты, представляю лабиринт болезней. И пишите на двери, вход в лабиринт моей болезни. После чего открываете эту дверь, после чего входите в лабиринт и за 3 секунды выполняете следующую практику. Делайте вдох, вы в начале лабиринта выдох, после этого вдох, вы уже пробежали до середины лабиринта. После этого третья, вы уже дошли до самого конца лабиринта. После этого приставили, будто видите выход из лабиринта, делаете вдох и выходите из лабиринта. Делать это необходимо вот такими вспышками. Здесь я вхожу, здесь я уже посредине, здесь я уже перед самым лабиринтом. Между вспышками можно думать о чем угодно, так как в большинстве своем люди являются рассеянными людьми, то можно это делать вот такими вспышками. Также в случае, если у вас есть близкий человек, который заблудился, в момент проведения обряда лабиринт, вы можете представлять, будто данного человека вы держите за руку. Не забудьте вместе с ним выходить из этого лабиринта, а также закрывать этот лабиринт на ключ. Выходить можно из лабиринта, представляя перед собой все, что захотите. Это уже не имеет значения. Правда, хотел бы сказать, что после выхода из лабиринта, я бы все-таки не рекомендовал очень долго мечтать о чем-либо. И не развивать тему мечтаний. То есть закончили, вышли из лабиринта, сделали вдох, на этом закончили. Далее, один из вопросов звучал так. Андрей Андреевич, почему у меня нет сил? Я всегда об этом рассказываю. Обычно силы человеку необходимы. Человеку необходимы силы только в том случае, если у него есть желание кому-либо отдать свою жизнь, кому-либо отдать свою любовь. Силы появляются, если есть страсть. А страсть появляется, если хочется кому-нибудь отдать любовь. Быть полезным, востребованным. Поэтому очень часто я советую во время проведения своих вебинаров, обязательно пусть у вас существует идея. Жить ради детей, жить ради развития, жить ради развития способностей. Жить, чтобы стать знаменитым. Жить, чтобы изменить социум. Жить, чтобы стать богатым. Жить, чтобы выздороветь и так далее. Вот такая идея обычно. Она вдохновляет человека. Такую идею необходимо развивать. Жизнь без идеи – это жизнь, когда появляется отсутствие сил. Одна из женщин задала такой вопрос. Андрей Андреевич, скажите, какие самые лучшие дни для бракосочетания в этом году? Да, в этом году небольшое количество дней для бракосочетания. Это связано с тем, что год все-таки високосный. Но они все же есть. Это уникальные дни. Если человек в эти дни женится или выйдет замуж, то никогда не разведется раз. Их семья будет всегда очень крепкой два и богатой три. Я постарался сегодня рассчитать все эти дни. На это мне потребовалось аж целых два с половиной часа. Хочу сегодня эти дни вам сказать. Итак, ноябрь – 15 число. Январь – 13 числа и 24. Декабрь – 14 числа. Апрель – 22 числа. Июль – 20 и 8 числа. Июнь – 11, 24 и 30 числа. Май – 18 числа. Февраль – 4 числа. Следующий вопрос. Андрей Андреевич, подскажите, остановят ли распространение коронавируса? Скажите, что происходит в тот момент, когда в семье все начинают ругаться? Все начинают ругаться, обижаться и расходятся в разные комнаты. И после этого перестают друг с другом дружить. Начинают при встрече избегать возможности прикасаться друг к другу. И жизнь в семье становится невыносимой. Также один занимает позицию одного, другой – другого. Одним словом, все в контрах. И в этот момент что может спасти семью? Как вы думаете? Давайте я немножечко опережу вас и скажу. Скорее всего, неприятность поможет этой семье между собой объединиться. Таким образом, как только в семье появляется неприятность или чья-то болезнь, или болезнь близкого человека, то все вокруг такой неприятности начинают собираться и начинают решать данную проблему, семейную проблему. То есть у кого-нибудь возникают проблемы с деньгами, или возникают проблемы с автомобилями, аварии, пожары и так далее. Для чего это делается? Это обычно происходит для того, чтобы объединить семью, которая без конца выясняет отношения и ссорится. К чему я это говорю? Я уже очень давно заметил, что в государстве, в котором вы проживаете вместе со мной, во время очень значимых всплесков, когда обычно большое количество людей начинает обсуждать идеи замены власти, или идеи неправильных поступков власти, или в момент того, когда появляется какой-либо закон, который люди как бы должны пропустить, или появляется какая-нибудь серьезная идея, такая, которая может вызвать резонанс среди людей, и которая не хотелось бы властью, чтобы людьми было замечено, или когда происходит высвобождение информации, которая может быть компрометирующей высшей эшелоны власти. В этот момент эта информация, она может очень быстро распространяться и создавать критерий стресса в государстве, когда люди могут между собой объединяться, ссориться, одним словом, создавать против власти, для власти стрессовую ситуацию. Власти ведь меньше, а народа больше. Именно поэтому в это время и происходят всплески неприятностей в этой стране. Я это в каждой из этих стран. Я это уже давно заметил, мне это, конечно, неприятно говорить. Все это подозрительное, все это бесчестно, это бесчеловечно. Это манипуляции государства, чтобы переключить внимание масс. Таким образом, ответил ли я на ваш вопрос, остановят ли распространение коронавируса? Мой ответ такой, вы не туда смотрите. Дальше. Есть ли метод обрести себя? Есть ли метод обрести себя? Такой вопрос задали мне. Конечно, такой метод есть. Человек обретает себя, когда он напрямую начинает смотреть в Бога. Когда человек может напрямую смотреть в Бога? Человек напрямую смотреть в Бога может, только поняв, кто есть Бог. Что такое Бог и чем он отличается от человека? Человек отличается от Бога тем, что у него есть сознание. И, вернее, человек отличается от Бога тем, что у человека есть тело физическое. А у Бога физического тела нет, то есть нет ни ушей, ни рот, ни рта, ни рук, ничего остального. Так как физическое тело, которое есть у человека, имеет тело, время влияет на этого человека, и после чего он стареет. После того, когда он умирает, его сознание объединяется с Богом, вновь становится единым. И для того, чтобы человеку вновь найти себя, или ответить на какие-либо вопросы, или вообще постигнуть состояние смысла своей жизни, такому человеку необходима медитация. Медитация на пустоту. Где ее можно найти? Такую медитацию или такую пустоту можно найти, если сесть и сидя, или лежа даже, закрыть глаза и сконцентрированно начать смотреть в пустоту. В тот момент, когда у вас появятся мысли какие-либо, это не имеет значения. Вы можете о них думать, можете с ними не сражаться, они могут вас вести куда угодно, это не имеет никакого значения. Но вот зрение, которое смотрит в пустоту, вы должны на этом зрении концентрироваться. В тот момент, когда в пустоте у вас будут появляться картинки, или когда ваши мысли будут создавать иллюзорные картины в вашем сознании, старайтесь контролировать то, что вы увидите темную пустоту, и в случае, если там что-то проявляется, как в телевизоре, старайтесь это рукой убирать максимально сконцентрированно, создавая ощущение, будто вы насыщенно видите только темноту в своих темных веках. Таким образом, человек находит себя и объединяется с тем, что называется Богом. Бог есть темнота и пустота, чем больше его, или чем больше этого, или чем больше человек смотрит в это, тем лучше для человека. Так он находит ответы на многие вопросы, приходит к себе и в какой-то момент становится абсолютно адвойтичным, спокойным, очень ровным, и я могу сказать, очень мудрым. Один из вопросов звучал так, что делать, чтобы любимый сделал предложение, или что делать, чтобы помириться с любимым человеком, или что делать, чтобы близкий начал хорошо относиться, что делать. Я всегда рассказываю данную практику, хочу вам с ней, с этой практикой еще раз вас ознакомить. В тот момент, когда вас бросили, и в тот момент, когда кто-то на кого-то обижается, мысленно представьте, будто вы видите этого человека, представление необходимо делать с открытыми глазами, как будто он подходит к вам, вас начинает крепко обнимать и целовать, и вы ему отвечаете взаимностью. В случае, если вы это делаете, отчитайте после этого ровно 2 минуты, и увидите, как человек начнет к вам лучше относиться. Также я могу сказать, что это работает дистанционно, допустим, если человек дистанционно целый день обижается, и вы целый день, допустим, на протяжении дня 30 раз вспомнили об этом, и 30 раз провели такой обряд, то данный человек, придя домой, будет просить прощения, извиняться, будет иметь теплые по отношению к вам отношения и так далее. То же самое можно делать с детьми. Как определить сущности, можно ли их выгнать из дома своего? Такой вопрос задал мне человек, давайте я вам сегодня расскажу. Как формируются ментальные сети? Ментальные сети формируются у человека в тот момент, когда он создает какой-нибудь всплеск мыслей, допустим, ух ты ж какой красивый ребенок, или надо же, какая она вредная мне не понравилась. То есть человек в тот момент, когда создает вот такую вибрацию, он одевает на другого человека ментальную сеть, потому что это та энергия, которая одевается на человека. Но я не буду углубляться, я об этом всем рассказываю в школе. Каждый из людей, которые живут, они имеют определенные типы элементов влияния на другого человека. Я об этом буду рассказывать на новой пятой ступени или в новой пятой ступени. Есть волновые люди, есть люди огненные, есть люди тьмы, есть люди пульсары и так далее. Каждый человек все равно имеет качество, которое называется волновое качество. То есть такой человек, который восхитился кем-то или обиделся на кого-то, он сформировал ментальную сеть. Для того, чтобы его сознание никогда не забыло, что это человек красивый или это человек некрасивый, или какой-то там плохой. После этого человек, допустим, ну вот такая ситуация. Женщина стоит рядом с чьим-то ребенком, говорит, ой, какой прекрасный ребенок. И после этого радуется этому. После этого пришла домой и ее начинает это мучить. А у меня нет детей, а у них такой красивый ребенок. И что же сделать теперь, что у меня нет такого ребенка, почему же такого ребенка нет? И она создала волну. То есть ее сеть, которая оделась на этого человека, она информационно заряжена тем, что этот человек хороший. А в тот момент, когда человек, владелец этой информационной сети, начинает думать о том, что этот человек все же другой, то эта ментальная энергия, она начинает в обратную сторону втягиваться прямо в грудь этому человеку, который перед этим эту ментальную сеть поставил. Такая энергетическая сеть проходит через все тело человека, начиная это тело энергетически разрушать. Волновой человек восхитился, одел ментальную сеть на другого человека, потом вспомнил вечером, расстроился, потянул к себе сеть со словами, почему у меня не получается. Сеть разрушает физическое тело. Существует ли защита от воздействия ментала? Конечно, защита от воздействия ментала это сильный астрал. Чем человек активнее, харизматичнее, пофигистичнее, импульсивнее, даже бешенее и нервнее, тем меньше на него воздействуют менталы вот такие сети. Именно поэтому я стараюсь вести такой образ жизни, при котором моей защитой являются слова, да мне все равно, да кто он такой, вот где-то вот так я нарабатываю свой астрал. Если есть сущности, которые в доме, то все, как проявляются данные сущности и можно ли их как-то найти? Конечно, все в доме начинает быстро стареть, все начинает быстро ломаться, очень перегорают лампочки, портится еда, горят холодильники, рвутся трубы. Рвется одежда, одежда очень быстро превращается в прах. Коты, собаки, домашние животные начинают болеть, появляются непонятно откуда появляющиеся запахи, очень много пыли, ручки и двери, и пол все время становятся каким-то липким, вода очень быстро портится, еда очень быстро портится. Это говорит о том, что вы живете в одном помещении с астральными сущностями, которые мешают вам нормально существовать. Существует ли какой-нибудь быстрый, допустим, обряд, который может помочь всем людям, которые хотят избавиться от таких существ, астральных, избавиться от этих существ? Да. В сущности выходят, если есть очень громкие звуки, это звуки, коротал, такие чашечки, или можно стучать в какой-нибудь бубен, или шуметь очень сильно. Можно включить очень громкую музыку, которая создает очень громкий шум, шумящую музыку. Также есть определенные мантры, разрушающие сущности. Это звук пхат, который разрушает и выгоняет сущности с хлопком в ладоши многократным. Также слог, который разрушает сглаз, это слог хум. И разрушающий слог порчу, это рам и тю. То есть делается так, рам, после этого тю, рам, тю. Также я хочу сказать, что в случае, если рядом с вами находятся постоянно астральные сущности, или происходит на вас влияние какое-нибудь ментальное, то в этот момент человеку хочется очень сильно спать, так как увеличение астрального тела помогает человеку защититься, а именно возможность сна и помогает этому человеку увеличить свой астрал. Дальше. Как объединить неродных, дочь и мужа? Такой вопрос задал мне кто-то во время вебинара. Итак, можно, я уже об этом сказал, для того, чтобы объединить мужа и дочку или дочь, для этого необходимо использовать вот такой обряд обниманий. То есть представлять, будто вы видите своего мужа и свою дочку, которые между собой обнимаются. При этом выполнять это необходимо на протяжении дня многократно. Сегодня я читал, как одна женщина написала, Андрей Андреевич, найдет ли моя дочь работу, обряд с солью не сработал. Я хочу вам сказать, обряд с солью, он не может сработать за один раз. Необходимо вот много раз провести его ежедневно, пока не найдет работу. Одна женщина написала, я провела обряд, но провела обряд по замужеству, но это все не сработало. Это говорит о том, что их там очень много в этом семинаре про замужество. Это необходимо делать ежедневно, иначе вообще никогда замуж не выйдете. Таким образом, если все уже давно потеряно и шансов никаких, то необходимо переходить к обрядам, которые наверняка помогут. Там есть очень мощный метод, я его даю во второй обновленной ступени. Это метод объединения нелюбимых людей или метод объединения некровных родственников в один, как же это называется, родовой канал. Это объединение их кровью, то есть чтобы они были связаны с кровью. После этого все друг друга обожают. Для этого вам необходимо пройти вторую обновленную ступень и так далее. И уже не задавать эти вопросы. Что делать, если снятся умершие родственники? Итак, мои рекомендации по вопросу, что делать, если снятся умершие родственники. Первое. Необходимо вынести из кровати вещь, из квартиры вещь, которой покойник был очень привязан, и которая ему безумно нравилась. Также второе. Нужно накормить покойника. Каким образом? Сделать костер, сказать, я призываю тебя, и бросать в костер пищу, которую больше всего любил покойник, проговаривая, это все для тебя. Можешь брать и съедать. В конце концов сказать, покойся с миром, развернуться через левую сторону, и когда вы будете идти домой, если вы это будете делать где-то, то ни в коем случае не смотрите никому в глаза, не смотрите через левое плечо назад, не оборачивайтесь назад, если кто-то зовет, не смотрите в окна и зеркала. Также придя домой, обязательно до того момента, пока вы не зайдете домой, ни с кем не разговаривайте. Просто смотрите вниз, идите вперед, быстро заходите домой, и после этого ведите абсолютно нормальный образ жизни. Ни в коем случае нельзя смотреть в зеркало, так как это приведет к ухудшению состояния дел. Муж все время под присмотром мамы. Что необходимо сделать, если муж все время под присмотром мамы? Я рекомендую использовать такой метод. Делайте маме подарки. Эти подарки называются просад. Когда вы будете, заставьте мужа, чтобы он вместе с вами приходил к маме, и в тот момент, когда вы будете приходить в гости, делайте ей подарок какой-нибудь, произнося мысленно про себя слова. Я тебе этот подарок, а ты взамен мне отдай своего сына. И в тот момент, когда она дает вам, говорите спасибо. То есть она говорит там, спасибо тебе за это, вы мысленно произносите все, и говорите, хорошо. Можно сказать, принимаю, или можно сказать, ну да будет так, и так далее. Это называется откуп. Таким образом вы откупаете этого ребенка, который является энергетическим должником своей мамы. У этой мамы, я могу сказать, что не будет великолепной жизни у ребенка, которого постоянно опекает мама. Рано или поздно у этого ребенка начнут появляться проблемы. Почему? Дело в том, что какая бы не была хорошая мама, и как бы она ни стремилась к общему благополучию такого ребенка, она просто не понимает, что она забирает возможности этого человека быть счастливым, заставляя его проживать не свою жизнь, а ту жизнь, которая хочется, чтобы прожила мама. Таким образом, ребенок такой вырастает, и когда он состарится и станет старым, то его найдут тяжелейшие болезни. У него не будет хорошего бизнеса, у такого человека. Такой человек никогда не будет счастлив в семье. У такого человека, даже если у него будет получаться бизнес, и будет получаться там зарабатывать много, все будет хорошо, у него не будет в сердце покоя. Он будет все время постоянно несчастным. Обычно, как это проявляется и чем заканчивается? Обычно такие мужчины, они женятся, после чего очень сильно поправляются, и после этого становятся лежебоками, которые постоянно поправившись лежат на кроватях. Обычно это умные, образованные, очень хорошие мужчины, которым весь мир не мил. Почему? Потому что потенции уже нет, потому что тот человек, с которым живут, они бы его в жизни нормальной не выбрали бы для себя, потому что ту деятельность, которой они занимаются, они бы не выбрали, потому что им навязала мама. Они живут не своей жизнью. Мама при этом постоянно страдает за такого ребенка. Тем не менее, я хочу сказать вам, будьте аккуратны, давайте всегда возможность вашим детям принимать самостоятельно поступки, совершать неприятные или нецеприрятные поступки. Не советуйте им, не нужно им постоянно рассказывать о том, как необходимое и так далее. Поддерживайте их просто, но не навязывайте им идеи никакие. Интересный такой вопрос. Как облегчить жизнь в кармическом коридоре? Я считаю, что кармический коридор, я правда не очень понимаю, что это такое, это все-таки связь человека и его рода. Иногда, вот женщина недавно написала, Андрей Андреевич, но вы говорите, что необходимо делать с родом, ведь род это наша сила. Я хочу вам сказать, род это люди, которые умерли. Я не могу очень часто понять, каким образом люди, которые умерли, должны быть для вас вашей силой. Я не могу этого понять. То есть человек говорит, мой род, поддержи меня. То есть умершие из могил должны встать и энергетически вас поддержать. А что хочет мертвый человек? Он хочет, чтобы его никто не беспокоил. А живому человеку что нужно? А живому человеку необходима жизнь. И что будет происходить, если мертвого дергать? Он будет превращаться в гневного духа, который будет мешать такому человеку жить. Я могу вам сказать, есть ряд эзотерических практик, не эзотерических, а психологических, райховских, юнговских, хеллинговских и так далее, где говорится, а там сейчас очень популярно, уже очень давно мусолится эта тема, о помощи рода, призыве рода и так далее. Я вам могу сказать, что это... А? Все работает, Жень? Что это все темная магия, потому что любое призывание духов умерших является проявлением черной магии. И я могу сказать вам, что за черную магию наказывают здоровьем. Именно поэтому, когда человек проявляет черную магию, вызывает духов умерших, заставляет этих умерших духов помогать такому человеку. Что делать? Духи хотят только свободы и тишины. Естественно, если человек говорит, помоги мне решить эти проблемы и так далее, то дух может только разрушать другого человека, мешать ему жить, создавать неприятности со здоровьем и так далее. Чего делать ни в коем случае не стоит. Таким образом, ни в коем случае не призывайте никаких духов, не общайтесь с родственниками, упокоившимися, не вспоминайте родственников упокоившихся. Иногда, если родственник снится часто, можете для него приготовить пищу и вот так сжечь ее на костре. Карма. Карма является процессом, причем тут Хеллингер с расстановками. Я считаю, что не стоит даже ковыряться в прошлом, потому что это уже исчезнувшая информация. Допустим, если ребенка сбила машина по поводу того, что папа не досмотрел, то как бы вы не изменяли отношение папы к этому ребенку, и как бы вы не меняли все воспоминания, ребенок все равно не встанет с инвалидного кресла или с него не снимут быстрее гипс, именно поэтому любое ковыряние в прошлом не дают человеку изменения в настоящем. Кто бы что ни говорил, я считаю это малоэффективным и чрезвычайно вредными эзотерическими методами, которые повсеместно советуют эзотерики. Ну, я ни при чем. Вернемся все-таки к карме или к кармическому коридору. Карма – это страх, который передается от родителей. Действие уничтожает страх, вера уничтожает страх и идея уничтожает страх. Поэтому, если человек становится идейным, если он верит, что у него все получится, если он еще при этом делает что-то для того, чтобы у него получилось, это все разрушает его соединение с его родными. Действует ли мантра на человека за тысячу километров? Да, если во время чтения данной мантры бесконечно представлять данного человека перед собой, конечно же, используйте усилители энергии, которыми являются ваджи, которые продаются на моем сайте duiko.market. Можно ли ставить ритуальную защиту ребенка? Нет, ставить ритуальную защиту ребенку нет смысла. Любовь к отцу ребенка, любовь матери к ребенку является ритуальной защитой для ребенка до того момента, пока он без помощи. Но в случае, если ребенку уже можно научить выполнять ритуальную защиту, научите ребенка выполнять ритуальную защиту и пусть он сам ее делает. Можно ли, представляя ребенка, ставить как бы мысли на руки и так далее и ставить ритуальную защиту? Нет, это сделать невозможно. Я могу сказать вам, что самая лучшая защита, это защита в виде материнской любви к отцу, материнской любви к этому ребенку, это и есть самая настоящая защита. Быстрое течение времени, быстрый день проходит, очень хороший вопрос был, Андрей Андреевич, мне так кажется, что быстрый день проходит. Есть хорошие слова, труден день до вечера, если делать нечего, поэтому если у человека есть идея, или он очень стремится там что-то сделать, у него много работы, то день проходит незаметно. Тем не менее, я могу сказать вам, что это скорее всего влияние энергии и времени на этого человека, или возможно человек попал в каплю времени. Такое тоже бывает, или в калачакра-тантру времени, или ее проявление, капли калачакра-тантры. В случае, если капля попала в человека, или находится рядом, то человек в этот момент начинает вспоминать прошлое, а также очень быстро стареет. Как выйти из этого положения? Необходимо не находиться дома, а необходимо идти куда-нибудь, где есть большое количество столбов. Это лес, или это какие-нибудь изваяния из столбов. Очень молодеет человек, если он находится среди бамбуковых поростков, или в бамбуковых аллеях, прямо в середине и так далее. Также очень хорошо, чтобы защита от старения, это некие вот такие вертикальные столбы, которые являются изваянием. Чем выше столб, тем меньше стареет тот человек, который между столбами находится. Именно поэтому древние, зная это, строили амфитеатры из столбов огромных, ну и знали все-таки, что столбы являются элементами, которые препятствуют старению. Андрей Андреевич, можно ли с помощью эзотерики забеременеть без маточных труб? Нет, без помощи эзотерики или без помощи эзотерики вы без маточных труб забеременеть не сможете. Каким это образом должно произойти? То есть, это телепортация должна произойти, яйцеклетки в матку? Как это вообще возможно? Не понимаю, что вы говорите. Вообще, хоть когда-то физиологию человека изучали, о чем вы говорите, так же не бывает. И мужа нет, и маточных труб нет, и я хочу забеременеть. Нет, так не бывает. Наталья Юрова, добрый день. Ученица четырех ступеней, члена РТЕ. Скажите, как правильно читать, вот хороший вопрос, как правильно читать коды и заклинания выиграть суд, если суд не у меня, а у сына? Представляете сына, читайте для него коды утром и вечером? Может, все же лучше прийти к мировому соглашению по ДТП? В вашем случае хорошо было бы прийти к мировому соглашению. Подскажите, какое... обвинение. Вот написал целую страницу, сейчас я это все прочитаю. Хоть я и не являюсь поклонником обвинений, как вы заметили, тем не менее, хотелось бы сегодня сказать о пирамиде обмана у людей. Как она проявляется и каким образом это происходит? Я все понимаю. Когда у человека бедность, когда у человека не получается, он хочет каким-то образом умудриться обмануть кого-то. Обмануть на копеечку, на рубль, сказать, что он, допустим, заработал, и помимо заработка поставить наценку там на товар какой-нибудь или на услугу. Таких примеров очень много. Да, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. У меня была женщина, которая написала, моя сестра купила билеты для нас, а когда мы приехали, оказалось, что она купила за те деньги, которые мы дали и себе с дочерью билеты, и нам с дочкой билеты. Андрей Андреевич, меня душит жаба, я не знаю, как с этим справиться, зачем она так со мной поступила и так далее. Это все называется пирамида обманов у людей. То есть люди обманывают, они хотят обманывать, они стремятся для того, чтобы обманывать. К чему это приводит? Это обвесил на рынке, обманул человека в деньгах, не доплатил, не додал, захамылил, не отдал, замылил глаза и так далее. Забрал на своей работе что-то. Ну вот такими моментами являются. Купили мои семинары в складчину. То есть что это сделало? Я эти семинары записывал, их после этого украли в складчину, после этого на них заработали все кто угодно, только не я, продукт был мой. И после этого там человек покупает эти семинары в складчину. Ну а получается, дуйко пусть идет нафиг. То есть я не имею права зарабатывать на том продукте, который я записываю. Я это все понимаю. Так человек не изменяет, становится... Вот смотрите, если все общество хамылем друг друга обманывает, что я вижу очень давно, то такое общество в большинстве своем поднимаясь в пирамиде исполнительной власти не меняется. И тот человек, который находится в этом обществе, в руководящей власти, у него будет какое качество? Давайте я об этом качестве сегодня скажу. Конечно же, такой человек и будет обязательно обманывать людей. А скажите, вам приятно, когда вас обманывали? Вам приятно? Давайте я отвечу. Никому не приятно, когда вы узнаете, что вас обманывали. Ну и тогда сразу же такой вопрос. Зачем вы сами обманываете? Люди не могут понять, что в тот момент, когда все вместе начнут воспитывать детей так, чтобы эти дети не обманывали, не обкрадывали, а по-честному зарабатывали деньги. В этот момент обязательно эти дети вырастут и мир в стране будет изменен, он будет прекрасный. Может ли человек, обманывающий, жить в стране идеальной? Нет. Сначала человек, как студент, обманывал, потом он обманывал, как ребенок, потом он вырос, начал обманывать, стал руководителем, потом он стал президентом страны. Естественно, это все построено на обмане. То есть люди, которые обманывают сегодня, они обманывают по-мелкому, они обвешивают на рынке, не додают деньги, едут бесплатно в трамвае и считают это нормальным процессом. Вы представляете, мы вырастили огромный, огромный социум людей, обманывающих. Обманывают Джон, предают идеи. Знаете, это там, у меня есть ученики, которые обманули меня. Это все очень некрасиво. Мне сейчас сделали ремонт в доме. Те люди, которые делали ремонт в доме, обманывали, понимаете. И я вот на это все смотрю и думаю, ну, зачем же так делать? Ведь, вот, очень часто говорят, если не обманывать, ничего не заработаешь. Вот перед вами сидит человек, который заработал, никого не обманывает. Никогда никому. Договаривался с человеком, человек говорит, мне надо, там, за сколько мы с тобой договоримся, чтобы ты сделал свою работу? За 25 рублей, да. Закончилось все, я ему даю 25 рублей. Почему? Потому что договор дороже денег. Даже если плохо сделал, я ему эти деньги отдам. У меня была такая ситуация, когда-то сделали в магазине очень большом подвесной потолок. Я приехал в этот магазин, а подвесной потолок упал. И после этого тот человек, который сделал этот подвесной потолок, зашел ко мне в кабинет, и я говорю, ты видел, подвесной потолок упал, но ты его сделал. Вот тебе деньги за твою работу, можешь их забирать. Он сначала начал возмущаться. Да я не виноват, в этом виноват не я, в этом виноваты кто-то, там, ветер, воздух и так далее, переделывать ничего не буду, это работа. Значит, там неправильный материал, неправильные люди, неправильный мед, неправильные пчелы и так далее. Я говорю, я же тебе ничего не говорю. Раз все неправильно, ну что же делать? Вот тебе полный расчет, ты можешь уходить. После этого он говорит, ну, я доремонтирую, я все сделаю, все будет нормально. Я говорю, у меня на ремонт денег уже нет. Он говорит, я все сделаю бесплатно. И после этого они сделали через два дня бесплатно. Но я знаю, что произошло бы все по-другому. Если бы я ему сказал, я не хочу с тобой рассчитаться, то и заплатил бы ему половину, так бы он и отпадал этот потолок в очередной раз, и в очередной раз, и в очередной раз, и в очередной раз. У меня такой совет. Может быть, для того, чтобы изменить мироустройство, может быть, для того, чтобы изменить социум, необходимо внедрять в воспитании своих собственных детей идеологию правдивости, идеологию того, что необходимо зарабатывать деньги не на обмане, идеологию того, что можно быть честным, и что честность — это не зло и не порог. Честность — это не быть лохом. Честность — это не делать лохов из людей. Честность — это все идеальность, понимаете? У вас нет денег на эзотерику, как я обычно говорю. Человек говорит, я скачала в складчину и так далее. Вот смотрите, если посмотреть на сегодняшний день мои вебинары, вы найдете огромное количество эзотерических практик. Есть магия денег, она выложена в YouTube, на моем канале совершенно бесплатно. Есть там очень много обрядов, от меня советов, очень много этого всего. То есть, возможно, весь материал, который вы получите в платных вебинарах или в платных инфопродуктах, которые я создан, он в небольшом количестве рассыпан просто в разных видео, которых очень много. Но человек говорит, ой, это надо искать, а я бы хотел так, чтобы все было, но у меня нет денег. Как бы мне так сделать? И после этого начинается, а я куплю в складчину. А я хочу вам сказать, нет, если нет денег, тебе придется работать или вам придется работать. Поэтому нужно перешерстить ту информацию, которая есть на моем канале. А там около 1200 видео. Посмотреть вебинары, выбрать для себя вначале бесплатную эзотерику, посмотреть первую бесплатную ступень и так далее. И после этого уже куда-то двигаться, почему? Потому что бесплатная даст возможности, а потом будут деньги и на платную. То есть, если вам не дается на платное, то тогда начните с бесплатного. А так человек говорит, я вскладчину, хотела побыстрее. Ну зачем? Почему я об этом говорю? Друзья мои, не начинайте с воровства, пожалуйста. Дело в том, что эта жизнь никогда не изменится, если ее начинать с воровства. Ну нельзя начать заниматься эзотерикой, начиная с воровства. Понимаете? Это как же вы должны себя чувствовать, если вы воруете у своего учителя? Все, что сейчас происходит в странах, связано с тем, что происходит внизу среди людей. До того момента, пока ложь и воровство будут основными критериями в развитии человека или человеческого социума, будет то, что происходит сейчас. Потому что и люди низа, и люди верха это одно и то же существо. царь имеет отражение людей, так как он сам выходец из данной системы и является ее представителем. Вы сказали, скажите, как скоро дочка найдет работу? Я готов вам сказать, только пусть сейчас те 500 человек, которые здесь находятся, напишут слово, нам интересно узнать, как скоро дочка устроится на работу. Если они напишут это слово, я вам это скажу. Даже скажу дату. Если взрослые дети, женщины 35 и 40 лет живут с родителями, потому что квартиры их отдельно, отделены квартиры, еще нету, наличная жизнь у обоих не клеится, обе замужем, это тоже может влиять. Каждая семья должна жить отдельно. Когда-то я это сказал одному мужчине, он сказал, мы живем с родителями, я стараюсь, я ему говорю, рано или поздно вы будете несчастными и с родителями, и между собой, и обязательно разойдетесь и так далее. Он мне говорит, нет, я не верю, мы все друг к другу хорошо относимся. Несколько месяцев назад я с ним общался, как дела? Он говорит, я уже третью жену поменял, потому что они не хотят жить. Я ему говорю, ну, как же они будут жить, если вы все вместе живете с родителями? Ну, Андрей Андреевич, у меня невысокая заработная плата для того, чтобы давать возможность переезда. Значит, строй шалаш посреди леса и переходи в этот шалаш и живи посредством. Сколько зарабатываешь, на то ты и рассчитывай. А так у нас получается, человек зарабатывает мало, при этом хочет создать семью, и по этой семье получается непосредством. Как Гена Резницкий в свое время написал в фейсбук такие слова. Он написал, я очень хочу найти женщину молодую, худую, чтобы была она там такой-такой-то, для того, чтобы переехала ко мне в Германию и так далее. Мне прямо порывало написать ему такие слова. Гена, не ищи женщин, ищи деньги. Тогда женщины тебя сами найдут, тебе нет необходимости искать их. Ни красивых, ни некрасивых, я понимаю, что тебе плохо, и ты одинок, и так далее. Но ищи деньги, начинай с этого. Начинай работать или начинай предпринимать, или делать все для того, чтобы научиться их зарабатывать. Вот так. сегодня с 24 по 25 красного луния. Какие лучше делать практики для счастья и процветания семьи? Мир устроен по принципу того, что к луне, как ни странно, ночью начинают лететь духи, которые не переродились на земле. Они становятся голодными, их какая-то вибрация тянет на луну. Почитайте книги Гурджиева, который утверждал, Блаватское, которые утверждали, что в сторону луны двигаются мертвые духи или духи, которые не могут переродиться. Таким образом, к луне начинают двигаться духи. Когда вы просите что-нибудь у луны, вы фактически просите у духов, и эти духи становятся вашими рабами. Дело в том, что такие духи, скорее всего, очень разрушат вашу судьбу. Дело в том, что если попросить у духа, он может выполнить, но обязательно вы за это будете нести плату. Какую? Эта плата будет связана с вашим здоровьем. Я считаю, что нельзя мотылять деньгами на луну. Почему? Ноги будут болеть, потом руки, позвоночник. И вы так помотыляете 10 раз. И деньги, наверное, увеличатся у вас. А вот потом за эти 10 раз, лет 10, будете болеть, суставами, венами, позвоночником и так далее. Скажите, оно того стоит? То есть, вы готовы использовать духов, которые потом в дальнейшем начнут терзать ваши суставы, позвоночники и так далее. Зачем это использовать? Я понимаю, что это самый простой способ приумножить, но самый не экологичный с позиции эзотерики. Андрей Андреевич, как усилить подключение к школе, кроме наших мантр, с вами и подключение к школе мантр, ученица школы. Подключение к школе усилить невозможно. Для того, чтобы усилить подключение к школе, необходимо что-то делать для школы. Вот если бы вы взяли мою первую ступень, ее каждый день бы размещали у себя в социальных сетях и дарили бы ее людям, тем самым бы вы усилили подключение или усилили бы действия нашей школы. Там некоторые ребята мне пишут, Андрей Андреевич, давайте я для вас буду что-то делать, читать мантры, проводить эзотерические обряды и там что-то вам помогать. Представьте себе спортсмена, уже об этом рассказывал, представьте себе спортсмена, который спринтер, который должен пробежать на Олимпийских играх 2 километра. Он всю жизнь свою сознательную каждый день бегает. То есть в день он пробегает там 10 километров. И после этого находится человек, который прямо на Олимпийских играх говорит, послушай, давай я тебе помогу. И после этого чем? Ну я буду так же, как ты дышать, или я буду так же, как ты бежать, или я тебя подтолкну, когда ты будешь бежать, догоню и подтолкну там в какой-то момент. Скажите, его помощь будет нужна или нет? Ну конечно же нет. Для того, чтобы помогать мне, необходимо бежать вместе со мной уже быстро. А то, что там ученики школы говорят, давайте я вам помогу, давайте. Я уже бегу, но ты смотришь, а человек лежит, он не бежит. Ну как же мне может помочь лежащий человек, если я бегу на дистанцию? Здравствуйте, уважаемый учитель. Скажите, как правильно выполнять тренажер с цифрами? Просто смотреть или с активным дыханием? Лучше с активным дыханием. Все абсолютно тренажеры. Необходимо представлять, будто они... Смотреть просто и очень активно дышать. Учитель психические расстройства, это морок? Да. Как можно вылечить и прогнать? Как справиться? Ждите, когда я буду проводить. Сейчас было сделано последнее Сангая. Это Сангая номер 41. Там я рассказываю о методах избавления человека от психических заболеваний. Даю коды, даю заклинания и все об этом рассказываю. Пожалуйста, 30 долларов он стоит. Как быть, если ненавидишь свою мать и живем вместе? Если вы ненавидите свою мать, то вас не будут мужчины любить. Также никогда не увидят в вас красивую женщину. Таким образом, вы однозначно сделаете свою жизнь невыносимой. Если вы живете вместе, найдите любые возможности, любые силы для того, чтобы съехать или жить в другом месте. Я могу сказать вам, что жизнь в будке, она гораздо лучше, чем жизнь с матерью или с отцом, которых вы ненавидите. Я бы выбрал жить на улице прямо, чем жить вот так вот с мамой, которую ненавидишь. Мантры на работу, на деньги надо месяц читать или больше. На все эти вопросы вы можете найти ответы в случае, если вы пройдете первую, даже бесплатную ступень школы Кайлас. Она выложена на сегодняшний день абсолютно бесплатно на нашем сайте, который называется duiko.guru. Я рекомендую вам начать изучение эзотерики именно с данного вебинара, который не вебинара, а данного пакета информации, которые абсолютно бесплатно выложены в ютуб. И первая ступень 30 часов, и вторая ступень 30 часов, ну чуть-чуть меньше. Они абсолютно в открытом доступе выложены, и вы их можете свободно и скачать с ютуба, и просмотреть на ютубе. Поверьте мне, то, что у вас сейчас есть вот такие вопросы, говорит о том, что вы не проходили мои ступени, а пройдя их, такие вопросы у вас просто отпадут. Кремация или погребение, все равно, я считаю, что кремация это лучше. Так, душа человека быстрее освобождается. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как прекратить общение мужа с бывшей любовницей? Для того, чтобы прекратить общение мужа с бывшей любовницей, необходимо посмотреть мой семинар четвертой ступени, где я даю метод плюсования, где я объясняю, что в глазах твоих, я в губах твоих, я в сердце твоем, я и так далее. То есть провести вот такой обряд. Также можно представлять, будто в момент того, когда вы представляете мужа, то представляете, будто у него из полового органа выходит змея с головой этой любовницей. Ее ни в коем случае нельзя давить. Даже если вы раздавите, она не пропадет, эта женщина, ничего с ней такого не произойдет. А просто будет у вас, к сожалению, неприятности в жизни. С мужем особенно. Поэтому необходимо змею такую вытягивать и ногой от мужа отталкивать. Сколько раз? От 108 раз в день и больше. Обычно помогает, если делать на протяжении не менее 30 дней. Добавивая Лена. Андрей Андреевич, вы настоящий учитель, настоящий муж, настоящий любящий муж свою семью. Восхищаюсь вами. Спасибо большое за вас. С искренним уважением к вам. Спасибо большое. Мир вам. Помогите разобраться. Сколько бы не зарабатывало денег, хватает только на еду. И самое необходимое. Как только находится подработка, тут же появляются денежные проблемы. Как будто стоит какой-то ограничитель. Почему так? Это связано с тем, что вы энергетически находитесь на определенном социальном уровне. И вам необходимо ваш социальный уровень изменить. Для того, чтобы его изменить, вам необходимы знания о том, как изменить социальный уровень. Вам поможет моя первая и вторая обновленные ступени школы Кайлас. Обычно человек говорит такие вещи. Вот часто мне люди говорят, Андрей Андреевич, у меня нет денег для того, чтобы приобрести вашу ступень. Там ни первую, ни вторую. Они очень дорогие и так далее. Я обычно говорю такие слова. Скажите, сколько вы готовы заплатить за то, чтобы... Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы ваша жизнь изменилась круто? И человек мне обычно говорит, я бы любые деньги заплатил. Ну, тебе не нужно любые деньги. Заплати 200 долларов за первую обновленную, 200 долларов за вторую. Человек говорит, я хочу жизнь изменить свою. Дайте мне информацию. Она уже есть. Это первая и вторая обновленные ступени. Третья обновленная ступень. Там все это есть. Можно это все изменить. Я объясняю абсолютно все. Почему не происходит влияние кодов, шумов на человека? Почему не получается ничего? Дело в том, что есть такое понятие, как аморфный человек. Аморфный человек – это человек без чувств. Аморфный человек – это человек без идей. Человек должен жить так, чтобы утром проснуться, и у него были идеи, и были желания, чтобы его аж трусило так хотело что-то делать. Обычно это появляется, если живешь ради чего-то. Очень много ответов я даю на вопросы в своих ступенях. Их очень много даю. Конечно, когда человек говорит, я в складчину купила, теперь я читаю коды. Ну и зачем вы их читаете? В складчину купила, и не так сильно со мной это работает. Конечно, и не будет сильно работать. Покупайте у меня. Покупайте на моем сайте. Кстати, сегодня я хочу сказать вот о чем. Уже подходит к концу наш сегодняшний вебинар, и мне бы хотелось сказать вот что. В моем сайте дуйко.гуру есть партнерская программа, где мы все вместе на протяжении 10 лет занимались тем, что зарабатывали деньги на моей партнерской программе и на моих инфопродуктах. Сегодня я официально объявляю о том, что на протяжении этого месяца, до 28 числа следующего месяца, партнерская программа будет работать, после чего закроется. Именно поэтому, если вы до сих пор вкладываете деньги в партнерскую программу и так далее, то вы можете плавно ее сворачивать. Сейчас у нас январь, да? Сейчас у нас 23 февраля, 23 января. Ну и давайте так, до 29 февраля мы закроем партнерскую программу. Для чего я это делаю? Дело в том, что складчину, а также свободно продающие пираты, а также свободно продающие партнеры, свободно продающие мои семинары, это люди, которые зарабатывают на этом деньги, зарабатывают на популярности деньги, на труде других людей, при этом обманывают людей, да, очень часто обманывают. И мы сделать ничего не можем. Но вот когда мы уберем партнерскую программу, она является как раз помехой того, чтобы использовать свой персональный бренд, который у меня зарегистрирован, я смогу делать все для того, чтобы полностью прекратить пиратское распространение моих видеосеминаров, а также сделать все для того, чтобы в дальнейшем семинары покупались только у меня. Еще Оша сказал в свое время слова о том, что эзотерика не может быть бесплатной. Я цитирую его слова, хотя сам многократно переступил через эти слова. Могу сказать, что эзотерика бывает бесплатной, если ее смотреть на моем канале. Здравствуйте, подскажите, что делать, если люди во время подтрунивают и всерьез не воспринимают? О чем это говорит? В случае, если человека всерьез не воспринимают, это говорит о том, что он очень много разговаривает. Таким образом, для того, чтобы человека хорошо воспринимали, человек должен больше молчать и слушать, чем говорить. А также в тот момент, когда ему что-то кто-то говорит, он должен удивляться. То есть в тот момент, когда вам будут рассказывать, удивляйтесь. Также к человеку, который постоянно обманывает или постоянно придумывает, над ним вот так подшучивает. Сегодня мужчина позвонил, Андрей Андреевич, моего ребенка обижает в школе, что мне делать, чтобы ребенка не обижали в школе и так далее. Я ей сказал, что вы должны убрать прежде всего этого ребенка из той школы, в которой он сейчас находится. Это первое. А второе. Начать воспитывать в ребенке смелость. Не нужно воспитывать в нем агрессию, не нужно обучать ребенка бить, драться там, еще что-то делать. Но нужно воспитывать в ребенке смелость. Смело смотреть в глаза, смело говорить нет, смело не идти за всеми, смело защищать себя. Андрей Андреевич, какой метод нумерологии вы использовали при подсчете дат на бракосочетание? Я использовал тибетский метод, тибетского календаря, где каждый месяц это определенные времена, то есть это вода, земля, огонь и воздух. И рассчитывал в какие дни, какие есть влияния планет, для того, чтобы совпадало, чтобы рос достаток, прибыль, благоденствие, благополучие, приумножение. Таким образом у меня выпали вот такие даты. Если я только слушаю первую, вторую ступень, я могу купить коды и будут помогать? Да. Я впервые на вашем вебинаре узнал о вас недавно, просмотрела несколько видео, у меня давно не ладится жизнь, ни в лично, ни в деньгах, но хуже всего. Здоровье стало плохо, сильные боли в пояснице, врачи говорят, грызан, на операцию не ложусь. И насчет денег, за последний год попала в долговую яму, дела не идут, деньги снова обходят стороной, как это можно исправить? Вы пришли, вы идете правильным путем, покупайте себе первую ступень, проходите ее и делайте все, что я там рассказываю. Вы прямо сейчас находитесь на таком семинаре, где человек вам дает совет. Вот я еще раз хочу сказать, человек говорит, у меня очень плохо. Я говорю, что бы вы заплатили человеку, который для вас это все изменит? Человек говорит, да я на все готова, чтобы только моя жизнь была хорошая. Так вот, все готово, не нужно. Купите просто первую ступень, пройдите ее и выполняйте все, что я там рекомендую. Жизнь ваша изменит. У дочери появилась эпилепсия, муж говорит, что это из-за того, что я увлекаюсь эзотерикой. Как разубедить его? Не нужно разубеждать его. Дело в том, что вы не должны заниматься эзотерикой так, чтобы видел муж. Я полужизни занимаюсь эзотерикой так, что никто не видит. Настолько к этому привык, что это является частью моей жизни. Про себя мантры читал полужизни, там шептал что-то с четками и так далее. Занимался медитациями. Могу сказать, что эзотерика это тайная наука. В чем плюс эзотериков таких, как я? И в чем минус обычных людей? Плюс эзотериков заключается в том, что они ищут код везения. Такие люди, как я, обычно они очень успешные, очень удачливые. У них все в жизни получается. Настоящий эзотерик – это тот человек, который имеет ключ к абсолютному везению. Ему везет в бизнесе, ему везет в делах, везет в семье, везет в выборе партнера, везет со здоровьем. То есть к чему мы идем? На самом деле, работа эзотерика или работа над тем, чтобы становиться или узнавать тайны о мироздании и о работе вот этих тонких энергий заключается в том, чтобы человек знал и применял методы, которые делают его более везучим, чем всех остальных людей. Есть очень много людей, которые мне пишут, Андрей Андреевич, вы не правы, и вы правы, и так не зарабатывают, и так зарабатывают. Я обычно, знаете, улыбаюсь и произношу такие слова. Хорошо. Хорошо. Вы-то сами счастливы. Вы-то сами счастливы. Вот у меня была такая ситуация когда-то. Я был за границей в горах. И очень полный человек. Он шел рядом со мной. Он очень богатый человек. Его звали Борис. Борис, мы подошли к человеку, который вокруг горы полз. И этот человек сел, говорит, можете мне дать сигарету на английском языке. Ему Борис дал сигарету. Он говорит, ой, ты такой весь грязный, что давно ползешь. Он говорит, я очень давно ползу. Он говорит, но ты бедный. Он говорит, я очень бедный. У меня вообще ничего нет. Жена умерла, и я вот ползаю вокруг горы. И после этого этот Боря у него спрашивает, а почему же тогда так радуешься? Ну, типа пошутил. А он говорит, потому что я счастливый. А Борис, с которым я летел, у него все время были проблемы. Это настолько врезалось мне в голову, вы представляете. Он человек, который всегда богат. Он человек, который мог щелчком пальца купить себе собственную яхту или самолет. У которого было всегда много любовницы. Очень красивая жена, который запросто жил в любой стране. Имел сумасшедшие сферы влияния в своей жизни. Я смотрел на него и не видел в нем счастья. Он был несчастлив. Почему? Счастье — это другое. Счастье не заключается в деньгах. Счастье не заключается... Счастье вообще в другом. Счастье — это теплое отношение в семье, которое люди умудряются разрушить. Счастье — это внутренние чувства в груди, которые могут независимо от человека быть в нем или не быть. Так часто мы оморочаем наше внутреннее счастье. Это наша внутреннюю нежность по отношению к себе, которая распространяется на наших детей и близких. Наша преданность, благородство. Наша вот такая индивидуальная какая-то тонкость, которая наполняет нас. Она является максимально еще и сильным, наверное, каким-то веществом, которое помогает ощущать счастье везде. Почему такие люди, как я, эзотерики, находят это счастье? Дело в том, что самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. И тот, кто начинает эту жизнь ценить для себя как единственное и самое важное достоинство, как ограненный кристалл, как самое большое богатство, этому человеку ничего в жизни не угрожает. Потому что каждый момент в его жизни дорог. Так люди обычно говорят, для меня деньги дороже, чем жизнь, для меня отношения дороже, чем жизнь, для меня то, что сказали, дороже, чем жизнь. Забывают о том, что жизнь является самым важным фактором в жизни человека, это своего рода самая большая драгоценность. Бог же тот человек, который дает этому человеку в жизни возможность прожить жизнь красивую или нет. Таким образом, если драгоценность некрасивая, не ограненная со всех сторон, то ее ставят в какой попало каст, в какое попало из любого материала кольцо. Но в тот момент, когда человек начинает ценить свою жизнь, его драгоценная жизнь становится ограненной со всех сторон, в ней появляется верность, в ней появляется вера, в ней появляется любовь близких, в ней происходит отсутствие лжи, в такой жизни появляются грани, и жизнь такого человека становится со всех сторон ограненная. Бог помогает такому человеку тем, что создает для него уникальные условия жизни и ставит его бриллиант в красивое золотое украшение, и человек такой проживает жизнь счастливо. Я теперь уже, спустя годы, точно понимаю, что это один из самых важных эзотерических секретов, ценить свою жизнь, понимать, что жизнь это то, что дороже денег, дороже отношений, дороже телефонов, дороже автомобилей, дороже всего, и жизнь близких. Я считаю, что очень важно и жизнь родственников, и жизнь матери с отцом. Это страшно, когда человек говорит, я ненавижу свою мать. Это страшно, когда люди говорят, я ради денег все что угодно сделаю. Это страшно, когда люди говорят, что я буду изменять женщине, с которой я живу, хотя точно, на сто процентов, понимают, что эта женщина сидит в четырех углах, старается максимально поднимать детей. Это что такое с людьми происходит, что люди становятся такими желчными, такими жестокими, обижают этих бедных женщин, с которыми они живут, постоянно кого-то ищут. После этого бросают этих женщин, ведь они на самом деле женщины не вырастают, они как были девочками, так и остаются до самой старости. Единственное, что женщина ожидает от мужчины, это возможность того, чтобы он ей восхищался, потому что она как цветок рождена для того, чтобы все видели этот цветок, нюхали и им восхищались. Единственные слова, которые она от него ждет, это какая ты прекрасная, какая ты красивая и так далее. Конечно, мне сердце не болит из-за животных, которых бросают. У меня сердце болит из-за того, что мужчины предают тех женщин, которые были всегда им как собаки верны. Понимаете, это некрасиво, подло и очень жестоко. И после этого считают, что это нормальный процесс вещей, что это нормальная жизнь для человека, что почему после этого, говорят, почему в моей жизни не получается быть счастливым человеком, где бы я ни работал, нигде не получается, потому что в душе только предательство. Потому что в душе предательство, потому что ложь повсеместна, потому что человек не ценит свою жизнь, потому что дети не продолжение тебя, и в них можно видеть себя как отражение себя, а дети это помеха, ну и так далее. Конечно, в том мире, в котором мы живем, знаете, где даже эзотерику, где даже у своего собственного учителя люди воруют, знаете, конечно же, я понимаю уровень нашего восприятия мира, уровень той жизни, в которой мы проживаем, естественно, уровень тех людей, которые живут сейчас. Ну и я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Мир развивается, идет все своим путем, все хорошо, все великолепно. Спасибо вам за ответ. Вы сказали купить первую ступень или можно бесплатно смотреть, можно бесплатно смотреть. Но вы же хотите эффективную эзотерику или нет? Если вам необходима эффективная эзотерика, покупайте. Если вам эзотерика, вот я хочу сказать, когда в свое время открыли мантру, эта мантра была Ом Мани Падмэхум, ее дала Валакитишвара для всех живущих существ, то в сутре Валакитишвары, если смотреть описание данной мантры, которую давал Бог, там сказано о том, что чтение данной мантры приведет человека к тому, что он выздоровеет и никогда не будет болеть, о том, что у него жизнь наладится, он будет абсолютно счастливым человеком, о том, что у этого человека всегда будет душевный подъем и силы для духовного роста, духовного поиска. И так же и происходило в самом начале. То есть, тот момент, когда у человека появилась, у социума появилась возможность практиковать эту мантру, ее Валакитишвара подарил, то популярность данной мантры, она росла в геометрической прогрессии, с очень быстрым темпом вместе с популярностью Валакитишвар. Естественно, когда это все разрасталось, то начали появляться люди, которые имели желание не развиваться духовно, а просто применять мантру для оздоровления тела или применять ее для обогащения или применять еще для чего-то. Ну вот скажите, в доме, где грязно, можно повесить, и где люди привыкли кушать руками, не заниматься антисанитарией, где живет много кошек и собак, где отсутствие, где общая антисанитария, где грязно, где люди, где все очень-очень пахнет нехорошо, в эту квартиру, где живет, допустим, муж, жену и дети, в эту квартиру принесли картину Микеланджело или там Леонардо да Винчи. Ее повесили на стену, так, чтобы каждый мог подойти ее, потрогать. Скажите, к этим людям начали приходить их друзья, знакомые, которые вели себя точно так же. И эта картина три поколения провисела в этой квартире. Скажите, она сохранится в таком же красивом виде или нет? Давайте я отвечу, не сохранится. А почему не сохранится? Потому что отношение такое, потому что наплевательское отношение к красоте, наплевательское непонимание того, что это красивое полотно, приведет к тому, что ее поцарапают, порисуют на ней, возможно, будут трогать ее и вытирать ею нос, возможно, вырежут из нее какую-то полоску и сделают из этих полосок портки, или там кто-нибудь отрежет кусок, чтобы сделать ремень в дальнейшем. Ну и там всевозможные идеи, можно придумать, что же сделают с этой картиной. Приведет ее к тому, что просто картина это исчезнет. Так же и с мантрами. Существуют методы, они созданы для того, чтобы помогать людям. Но в тот момент, когда люди начинают вновь и вновь прикасаться, они начинают это все, конечно же, заляпывать. Естественно, первая ступень, которая выложена мной бесплатно, ее прошло уже 500 тысяч человек, может быть больше. Скажите, среди этих людей были люди, которые ее смотрели не с целью духовного роста, а, допустим, с целью найти методы для обогащения или найти методы использовать из всей ступени только метод, допустим, чтобы ГАИ не останавливало и так далее. Конечно же, да. Ну и в целом общая доктрина и философские взгляды, которые являются целым полотном, они начали уничижаться, то есть их действие начало становиться максимально невысоким. Конечно же, тот человек, который стремится к эффективной отдаче, стремится к эффективной эзотерике, ему необходимо брать эффективное, а то, что выложено бесплатно, конечно же, является эффективным, но уже не настолько, чтобы быть центростремительно изменяющим человеку его судьбу. трассе ребенок часто болеет простудными заболеваниями, могу ли я как-то повлиять на эзотерические? Конечно, можете, я это даю на первой ступени школы Кайлас, стучите по горлышку, представляю, будто там заморозка и разогрев, настолько приятно на душе, таких слов спасибо, пожалуйста, можно ли засыпать в наушниках, слушая мантры? Нет, нельзя, есть мантры и записи многочасовые, очень нравится засыпать под мантры, иногда сплю с ними, вы делаете неправильно, когда человек засыпает под мантру денег, то в тот момент, когда он спит, мантра действует наоборот, то есть, когда мантра денег действует на человека, который не спит, оно будет привлекать деньги, а когда он будет спать, то оно будет выкачивать из него деньги, так мантры для здоровья, они могут дать здоровье, если человек спит, забрать здоровье, то есть, они действуют наоборот. Я купил свои ступени, но показал детям, можно. Мой муж, находясь очень далеко, сегодня сделал прекрасный сюрприз. Спасибо вам, мой учитель, за ваши знания, за этот прекрасный мир. Я счастлив, ученица третьей обновленной ступени, как прекрасен этот мир. Да. Здравствуйте. Скажите, духовное имя, которое мы составляли онлайн, будет работать? Конечно. Жаль, что по моим наблюдениям преобладает большое количество ваших слушателей, женщин, очень мало мужчин. Дело в том, что я выбираю женщин. Женщины, в отличие от мужчин, являются самым несчастливыми, прекрасным существом. Я выбираю женщин специально, возрастом от 40 лет и выше до бесконечности. Почему? Они никому не нужны. Это огромные толпы разочарованных людей, очень часто разочарованных людей, которым никто не хочет помогать. А я, как человек, который следует все-таки духовному росту, мне не безразлична жизнь таких людей. Я хочу им помогать и ментально, и эзотерически. Я именно для этих женщин это все делаю. А мужчины что? Мужчина всегда может заработать, мужских специальностей больше, мужчины более бесстрашны, мужчины, в общем-то, эзотерикой не очень часто занимаются. Именно поэтому мне и захотелось выбрать себе целевую аудиторию женщин достаточно взрослых. Почему? Очень часто женщина в тот момент, когда рождает ребенка, становится высокодуховным существом. Потому что только высокодуховное существо может родить ребенка. А потом начинается череда разочарований. Мир, социум влияет, карма влияет, очень много всего влияет. Соседи могут влиять, воспитание, мир. Естественно, это приводит к бесконечному количеству разрушенных иллюзий, разрушенных идей. И когда женщина взрослеет, становится старше, переходит рубеж, там рубеж 50-60-70 лет. И в какой-то момент становится ненужной ни детям, ненужной бедной. Появляются проблемы со здоровьем, и появляются проблемы вообще всевозможные. И в этот момент это самые несчастные люди. И в этот момент только эзотерика может помочь. Почему? Я хочу сказать вам, что в эзотерику счастливые не приходят. Эзотерика это последняя надежда человеку хоть как-то исправить свою судьбу. Уже дальше хоть погибай, понимаете. Ну вот, я на это и нацелен. Вы говорите, что эзотерику нельзя обокрасть. Кто это сделает, то дорого заплатит за это. Возможно ли воздействовать на ЖКХ, поставщиков газа, электричества, эти посредники крадут наши деньги и пользуются ими. Если вы не знаете эту доктрину, я хочу вам сказать, вы живете сейчас в капиталистическом мире. Давайте я напомню вам, что такое капитализм. Капитализм это эксплуатация трудового пролетариата. Те люди, которые не понимают этого или не принимают этого, ошибаются. Только эксплуатируя трудовой пролетариат, человек может становиться богатым. Те люди, которые стали богатыми, они хотят безопасности. Что такое безопасность? Безопасность это еще одно слово, которое в буржуазном мире используется. Данное слово называется демократия. Демократия это вседозволенность, если за ним идет следующее слово, которое называется буржуазии. Таким образом, люди, которые живут в буржуазно-демократическом обществе, должны понимать, что живут они в стране, где буржуазия, то бишь люди, которые эксплуатируют трудовой пролетариат, наживаясь на этом, фактически имеют возможность делать все, что они захотят демократично. И за это их страна будет оберегать, потому что все законы, которые есть или будут в этой стране, будут приниматься для этого. Мне хочется, наверное, оппонировать и сказать, Андрей Андреевич, а как же буржуазное общество Америки или там Германии и так далее. Не забывайте, что оппонентом в этих обществе является бесчисленное количество профсоюзов, объединений людей, чего в нашем обществе развивающегося капитализма демократического отсутствует. Таким образом, демократический капитализм, в нем должна быть противодействующая сила, которая называется профсоюзы. Их должно быть очень много, для того, чтобы они могли сдерживать желания капиталистов. В наших странах такого желания никто не сдерживает. И мы видим в большинстве своем произвол. О каких я странах говорю? Я говорю о Палестине, я не говорю о странах бывшего Советского Союза, в них мы живем припеваючи. Янтарные бусы помогают от болезни щитовидной железы? Да. Янтарные четки помогают эзотерику увеличивать психическую энергию и находить себя. Я поклонник янтарных четок. Я пенсионер, чем бы заняться, чтобы доход был, шейте, детей воспитывайте, откройте детский сад. У меня такой вопрос, можете не совсем, я живу в частном доме и сейчас в зиму все грызуны с полей и мышь перешли в дом. Как освободиться от них, есть ли какие-то способы от них избавиться эзотерически. Да, нужно споймать мышку, взять в руку ее и после этого представить, будто она светится ярко светящимся, как лампочка, и вы через рот должны этот свет забрать себе в рот и проглотить слюну. При этом после этого выпустить мышку и сказать, забирай всех и уходи. После этого мышей не будет. Но вы же этого не сделаете, правильно? А есть такие сейчас аппараты, их покупают электрические, ставятся в розетку, они создают какой-то шум, и мышей нет после этого. У меня к вам вопрос, не могу определиться с принятием решения, предложить должность, но я чувствую, меня хотят использовать, мне уйти с работы или оставаться? Оставайтесь на работе. С вами был Андрей Дуйко. Я рад, что вам этот, я надеюсь, вам понравился этот вебинар. Давайте еще раз все темы сегодняшние я прочитаю. Итак, сегодня я рассказывал о зависимости, а также эзотерических практиках убирания зависимости. Также я объяснил, каким образом дни недели и на что они влияют. Также я рассказал о методе, который может помочь родным и себе, чтобы отдать деньги. Объяснил, почему у человека нет сил и нет желания жить. Также сказал о том, как все-таки мир устроен и почему все-таки жизнь необходимо ставить на первое место. Дальше рассказал о том, как можно определить сущности и как это можно выгнать из своего дома. Также дал два кода, три кода, это пхат хум эрам тю, которые могут помочь человеку убрать вот такие сущности. Также объяснил, будет ли, остановится ли распространение коронавируса на территории наших стран. Объяснил или дал метод, как обрести себя. Рассказал, что сделать, чтобы любимый сделал предложение. Рассказал о том, как объединить неродных дочи мужа. Что сделать, если снятся умершие родственники. Что сделать, если муж все время под присмотром мамы и как вести себя жене. Как облегчить жизнь в кармическом коридоре. Можно ли ставить ритуальную защиту ребенку. Действуют ли мантры на человека за тысячу километров, быстрое течение времени. И что это также обвинил всех людей, которые воруют в том, что именно из-за их воровства и обмана мы живем сейчас в таком плохом и нищем социальном строе, товарищи. С вами был Андрей Двико. До свидания. Если вам понравилось данное видео, вы можете после окончания видео поставить свои лайки. Также не забудьте подписаться на мой YouTube канал и в дальнейшем получать уведомления о появлении новых видео. Также вы можете посмотреть видео, которые есть в моем канале и распространить данное видео, а также то видео, в котором вы сейчас присутствуете и оставить свой комментарий или свой антикомментарий на то, что происходит или на то, что вы услышали в момент проведения данного видео. Если вам понравилось данное видео, то вы можете распространить данное видео в своих социальных сетях. Если оно вам понравилось то тогда я рекомендую вам просто дальше жить обычной жизнью не слушать таких людей как я и не подписываться на мой канал хочу еще сказать о том что завтра я буду проводить вебинар платный который будет связан с оздоровлением человека я буду давать кода оздоровление и так далее а вот 14 не помню какого числа у нас марафон скоро у нас будет проходить марафон где я буду работать с вами как целитель и вы можете на этом марафоне поучаствовать подробности вы можете найти на моем сайте который называется дуйко . гуру собственно на котором вы сейчас находитесь дуйко . гуру также хочу сказать о том что сайт дуйко . маркет с атрибутами и эзотерическими где вы можете найти палочки дуйко символы дуйко книги дуйко обновил свой интерфейс и сейчас он стал более функционально удобным вы можете перейти на него и выбрать для себя тот товар который вам необходим также еще раз хочу сказать о том что улучшить свое здоровье вместе с андреем дуйко вы сможете перейдя на мой сайт aduiko.com где вы можете подобрать и применить для себя препараты компоненты